Жители дома номер один по Жуковскому проезду уже много лет испытывают проблемы в зимний период. В квартирах холодно, на стенах из-за высокой влажности появляется плесень. Наконец наступила ясность в решении этого вопроса. На встрече организованной управляющей компанией ЖКХ жильцам было объявлено, что уже в следующем году запланированы работы по капитальному ремонту дома, в том числе утепление фасада. К этим работам любой подрядчик, тот в самом числе и фонд капитального ремонта, может приступить только тогда, когда будет протокол собрания собственников. Вот сейчас мы необходимые документы принесли на собрание. Мне нужны жители инициативные, которые думают о своем доме, чтобы внести их в совет дома. По действующему законодательству от жителей требуется выбрать совет дома, который проведет поквартирный обход и соберет подписи в поддержку будущего ремонта. Депутат по данному округу Олег Федоров не понаслышке знает о необходимости утепления фасада дома, жильцы которого неоднократно обращались к нему за помощью. Сейчас все зависит от жителей. Вот как они проявят себя, насколько быстро они смогут собрать подписи у своих соседей, тем быстрее приступят к работам. То есть сейчас все зависит только от них. Все, что необходимо было – помощь в проведении собрания, помощь в включении в программу – все это было сделано. Фасад здания будет утеплен плитами «Суфтермолэнд» по аналогии с домами на советском проезде. Сейчас же на стыке панелей можно заметить замазанные швы, но и они уже все в трещинах. Алексей Сорокин три года назад вместе с семьей переехал в этот дом. С тех пор он не раз обращался в управляющую компанию. Вместо соблюдения технологий для того, чтобы все это почистить и заново все проложить и покрасить. Нам просто сверху помазали краской. Но это ничего не дает. Стены также сыреют. Если сейчас пройти в квартиру, то можно приложить руку и увидеть. Проблема не в швах, а проблема в панелях дома. Я надеюсь, что все-таки жители немножко как-то сплотятся, и мы выберем совет дома. И шагнем вперед. После проведения собрания собственников протоколы должны быть переданы в администрацию и госжилинспекцию. Затем фонд капитального ремонта объявит, когда начнутся работы. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.